Здравствуйте! В эфире Вести КамАЗа. Нет, сегодня в эфире юбилей КамАЗа. 13 декабря 1969 года был вынут первый ковш земли на строительстве Камского автомобильного завода. И этот день считается точкой отчета истории нашей компании. О ней, о людях, о победах и новых проектах от главных участников в студии Павел Михно. И Людмила Тресман. Сегодня мы расскажем о настоящих директорах. О настоящих мастерах. О вас, КамАЗовцы. А знаете ли вы, что на дорогах России почти каждый второй грузовик – это КамАЗ? А знаете, что КамАЗ – это единственный коммерческий автомобиль, способный эксплуатироваться в температурном промежутке от минус 50 до плюс 50? А знаете ли вы, что рекламу для КамАЗа снимал сам Тимур Бекмамбетов? А знаете ли, что… Так, все, стоп, хватит. Интересных фактов о КамАЗе очень много. Да и у самих КамАЗовцев найдется достаточно истории, чтобы, может быть, снять кино или поставить спектакль. И кино сняли, и спектакль поставили в честь 45-летия. А на праздник пригласили тех, кто начинал историю КамАЗа, кто ее продолжил и кто ее творит сейчас. КамАЗ – именинник, и все нынешние 40 тысяч КамАЗовцев и ветераны сегодня юбиляры. КамАЗ – это уникальное предприятие, которое без лишней скромности можно считать национальным достоянием России. Уважаемый президент, уважаемые акционеры, дорогие друзья, партнеры, всех посмотрим назвать одним именем. Мы – КамАЗовцы. Я поздравляю вас с этим праздником. Мы собрались в зале отметить знаменательную дату. 45 лет назад, 13 декабря, началось фактически строительство КамАЗа, было вынуждено первым годом строительства первого здания. Страна сделала великое дело построить КамАЗ. И это ваша рука. В каждой истории есть главные герои. К сожалению, всех главных героев истории КамАЗа собрать очень сложно. Но их роль в становлении автогиганта неоспорима. Именно поэтому спектакль к юбилею назывался «Люди КамАЗа». Пригласил меня к себе министр, сказал, хватит протирать портки, ты не хуже меня знаешь, как стране нужны грузовики. Возначаем тебя генеральным директором строящегося Камского комплекса по производству большегрузных автомобилей. Для сидящих в зале ветеранов этот образ хорошо узнаваем. Первый директор КамАЗа – Лев Васильев. Фигура знаковая и уважаемая. Поэтому актер подбирался с большим пристрастием. Но Никита Высоцкий в своей биографии тоже имеет косвенное отношение к КамАЗу. Его отец Владимир Высоцкий в 1974 году выступал на литейном заводе. Такая преемственность поколений очень близка к КамАЗу. В спектакле не забыли рассказать и о женщинах КамАЗа. Не самая легкая работа выпала на их долю в 70-е. А вот история главного героя команды КамАЗ-мастер. Говорят, что события разворачивались именно так. Победы команды КамАЗ-мастер достойно украшают историю всего КамАЗа. И новые герои уже подрастают. КамАЗ – это особый кастер людей. Это люди, которые дрожат своим делом, любят свои дела. И для КамАЗа в целом нет непополнимых задач. Это право для КамАЗа. Этот коллектив правда особенный. Это признал и президент Татарстана Рустам Миниханов. А самым особенным, вернее заслуженным, лично вручил государственные награды. Конечно, как на любом дне рождения, поздравлений и пожеланий было очень много. И музыкальные от Камерного оркестра Игоря Лермана и Сергея Никитина. И профсоюзные от председателя КамАЗовского правкома Александра Васильева. И производственные от Госкорпорации Ростех. А истории легенд, достойных экранизаций, очень и очень много. Но и юбилей у КамАЗа не последний. Еще посмотрим. Людмила Тресман, Михаил Матвеев, Ильнар Мустафин. Вести КамАЗа. А что такое КамАЗовский дух и чем запомнился юбилейный 45-й год? На эти вопросы наверняка ответит каждый, кто работает на автогиганте. Но ответ будет у каждого свой. Так вот, чтобы не было путаницы и чтобы ответы были исчерпывающими, с этими вопросами в преддверии праздника мы обратились к генеральному директору ООО «КамАЗ». Сергей Анатольевич, у КамАЗа было много и уже юбилеев. 45 лет – это не первый наш юбилей. Но давайте порассуждаем, чем запомнится этот год. За всю историю КамАЗа у нас сложных моментов было очень много. В преддверии юбилея я о них даже вспоминать не хочу. Но важно то, что мы каждый раз выходили из кризисных проблем сильнее, чем были. Это, конечно, крайне важно. Вот эта способность нашего коллектива напрягаться до предела в сложные моменты и успевать развиваться в период благоприятной ситуации на рынке, она бесценна. То, что сделала КамАЗ за всю свою историю, за 45 лет мы такой длинный путь прошли, это очень много. И те люди, которые строили КамАЗ, те, кто вынимали первый ковш и начинали строительство, слава богу, многие из них до сих пор живы, и они так же сопереживают и радуются успехам нашей компании. То есть равнодушных, наверное, это главная причина, что равнодушных у нас никогда не было и нет на КамАЗе, что все стремятся к тому, чтобы жить жизнью компании, а компания старается жить на жизнь нашего коллектива. Да, вы правы, КамАЗ всегда помнит своих ветеранов. В этом году было много встреч с первопроходцами, в некоторых из них вы участвовали. И очень часто все упоминают КамАЗовский дух. Сергей Анатольевич, что вы вкладываете в это понятие? Что такое КамАЗовский дух? Да, скорее всего, я иногда его вирусом называю. Те, кто побывал на КамАЗе, как правило, у них не проходит. То есть кто смог поработать в нашем коллективе, у них не проходит лояльное отношение и желание продолжать свою работу дальше. То есть это удивительная черта. Наверное, эта атмосфера, созданная те же даже 45 лет назад, она сумела сохраниться до наших дней. Сейчас весь город отмечает 45-летие со дня строительства КамАЗа. И в техническом колледже имени Паташова тоже праздник. Здесь собрались ветераны-автогиганты, которые помнят, как собиралось первое сердце грузовика. Седые труженики завода-двигателей 39 лет назад в той или иной степени были причастны к этому событию. Теперь они ежегодно собираются в начале декабря, чтобы порадоваться встрече с коллегами, друзьями. И современному заводу, где их подвиг никогда не забудут. Кстати, собрались ветераны КамАЗа в музей завода-двигателей, который существует уже ровно 5 лет. И это еще один праздник. Поэтому музею сегодня 5 лет. Очень много людей уже посетило. У нас есть журнал, в котором люди пишут свои впечатления, свои пожелания. И все считают, что это дело очень нужное, потому что мы все, они вечные. Мы уходим, а память остается. Сегодня уже наша молодежь не знает, что у нас, допустим, сегодня такой праздник. Мы на заводе, конечно, это не юбилей, 39 лет первому двигателю. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути, ждут замысловатые сюжеты. О сборочном производстве еще оборудование не пришло. Строительные работы только-только закончились. Испытательной станции вообще даже строительных работ не было. Приближалась дата выпуска первого автомобиля. И поэтому мы, значит, собрали такой маленький конвейер ручной, толкали его ручную на тележках. И 4 декабря собрали первый двигатель. В тот день, когда собирался первый двигатель, я собирал первую коробку. Пришли корреспонденты ко мне также смотреть. А у меня была по основному варианту уже сборка коробок. И они посмотрели и подумали, что это сборка двигателя. Начали там писать статья, как раз вышла, что огоньки засверкали, конвейер тронулся, и, в общем, вышла продукция. Когда мы закупали оборудование, министр нас предупредил, это должно быть лучшее оборудование. Самое современное оборудование, которое выпускают сейчас станкостроители. И мы такое оборудование закупили, смонтировали его. И, конечно, испытываешь какую-то гордость за то, что мы создали такое предприятие. Наши первопроходцы – это люди поистине геройские. Это молодежь, я говорю вам, потому что за сегодняшний день я сомневаюсь, что такая сила существует, которая сможет построить такой большой завод и построить такой город. Поэтому вам низкий поклон. Спасибо вам большое за то, что вы сделали. Надежда, мой компас земной, А удача, награда заслелась. А песни довольно одной, Что только о доме вне пелось. В смену рабочий, после смены актер. Собирает полный зал, а потом срывает овации. Все это про Анатолия Кикенева, электроэрозиониста кузнечного завода. Прошло 12 лет с тех пор, как он впервые оказался на самодеятельной сцене. И вот теперь у него бенефис. Полуторачасовое представление готовили почти год. Правда, откладывали премьеру несколько раз по разным причинам. В общем, об этом концерте работники завода знали, его ждали. И, судя по реакции, остались весьма довольны. Ну, как пришел, сам не знаю, вот как-то вот заманили. Самый первый раз, когда меня пригласили, меня просто вот селом потянули. Я не хотел, я сопротивлялся. Ну, а потом вот затянуло. Вот все, с тех пор на сцене. Со своей будущей женой Анатолий познакомился тоже на сцене, точнее на репетиции. С тех пор так и выступают вместе. Кстати, наш герой не только исполнитель, он еще и автор. Сценарий, если это потребуется, может подготовить и сам. Или без лишних слов прийти на помощь руководителю заводской самодеятельности. Он никогда не отказывает. Он всегда помогает, всегда придет на выручку. И очень хороший друг, очень хороший товарищ, очень великолепный артист, артист от Бога. Дорогие уважаемые КамАЗовцы, с огромным удовольствием я сегодня поздравляю вас с великим нашим праздником, с нашим юбилеем, 45-летием со дня начала строительства КамАЗа. И особенно мне сегодня хочется поздравить наших ветеранов, первостроителей КамАЗа. Они действительно заложили такой фундамент, построили такой завод КамАЗ. Были у нас и взлеты, и падения. Но КамАЗ всегда оставался, как предприятие, стабильное, работоспособное предприятие. КамАЗ и в этих случаях тоже достойно переходил, сохранил свое лицо. С праздником вас, дорогие КамАЗовцы! Берем Блянсинь! Всем желаю счастья, чтобы во время кризиса не унывать, чтобы в доме было счастье, хорошо всем. А то обычно мы сейчас как кризис начинаем, уже как голову наклянуем, чтобы вот так стояли все. Всех КамАЗовцев поздравить, вот и все. Здесь уже с 80-го года работаем, так что всех поздравляем с праздником. Побольше денег, конечно. Долгих лет процветания, совместные работы тесные, и чтобы у всех все было хорошо. Хотела бы поздравить всех заводчан, работников завода, коллег, администрацию, всех-всех горожан 45-летием нашего дорогого КамАЗа. Прошел КамАЗ большой путь, мы все это помним, как закладывался камень, нам рассказывали про это, и мы видели. И видим масштабы, к которым пришел завод, у нас есть чем гордиться. Поздравляю своего завода в день 45-летию и своего сета, 17-го сета, бригада, мастера нашего Красновская, бригада 221-я. Всем девчонкам, мальчикам счастья и здоровья. 45 лет цифра только начало было, чтобы еще много-много лет КамАЗ работал. Всем здоровья и счастья. КамАЗовский дух крепнет, сложные задачи нам только на пользу. Я уверен в будущем КамАЗа. Поздравляю наш трудовой коллектив, жителей нашего города, всех, кто любит КамАЗ, с юбилеем. Пожелаем всем нам новых успехов и хорошей дороги нашим машинам. Ну и мы присоединяемся ко всем добрым словам и пожеланиям. КамАЗовский 45 лет – это отличный пример развития компании, с ее трудностями и победами, с новациями и традициями. Ну что, едем дальше, КамАЗ вперед. И мы с вами встречаемся 19 декабря в 19.15 на телеканале «Рынтовая набережная Челны». О КамАЗе подробно и честно. С вами были Павел Михно и Людмила Трейстман. Добрых вам новостей и хорошего настроения. До свидания.